Новый год все ближе и ближе, а времени до выбора подарков родным и коллегам все меньше и меньше. Не расстраивайтесь, делаем подарок своими руками. Сейчас Чулпан Лацыгина проведет для наших телезрителей мастер-класс по изготовлению новогоднего презента. Всем доброе утро! Скоро у нас Новый год и все, наверное, ходят, думают, что же подарить своим близким и родным. Сегодня я хочу вам показать такую оригинальную идею, как фруктовый букет. Для этого мы будем использовать мандарины, будет у нас грейпфрут и еловые ветки. Для составления нашего букета нам также потребуются дополнительные материалы, это шпажки, куда мы будем насаживать наши фрукты, и элементы декора, я возьму шишки и корицу. Фрукты предварительно надо будет помыть, высушить, чтобы все у нас было чистенько. И начинаем насаживать наши фрукты. Чем тяжелее фрукт, тем больше надо будет шпажек, чтобы у нас фрукты не упали, держались. Все, фрукты у нас готовы почти. Остается нам порезать наш грейпфрут, чтобы такое яркое пятно добавить в наш букет. Мы разрезаем вот эту шапочку. Здесь нам потребуется уже побольше шпажек, потому что грейпфрут у нас тяжелый. Чтобы он не упал, когда мы ударим, мы насаживаем побольше шпажек. Такой букет собирается он очень легко, то есть все на столе, не на весу. Мы переворачиваем наш фрукт и начинаем формировать сам букет. Букет мы будем собирать по спирали. То есть поставили один фрукт, поставили второй и друг за дружком по спирали, не сбиваемся. За счет этого будет букет крепко держаться, то есть ничто никуда не вывалится, не упадет. Получилась у нас спираль, такой почти уже готовый букетик. Остальные фрукты мы с вами уберем. Теперь мы будем декорировать наш букет. Для этого мы берем еловые ветки, их можно сейчас купить в любом цветочном магазине. Можно также использовать искусственные такие же веточки. Их также мы подкладываем по спирали. Переворачиваем, смотрим наш букетик. Уже почти новогодний, такой сочный, красивый букет у нас получился. Нам осталось завязать наш букет, зафиксировать. Для этого мы возьмем ленточку. Любая ленточка подойдет, подойдет жгут, все, что у вас есть под рукой. Завязываем тубу, чтобы у нас ничего никуда не распалось. Следующий этап, мы декорируем наш букетик. Для этого мы возьмем корицу и шишечки. Шишки я предварительно насадила на шпажки, и шпажки приклеила на клей. Потому что по-другому их, к сожалению, никак. Сейчас мы попробуем сюда как-то по спирали тоже засунуть. Можно даже букет уже вот так оставить, без добавления корицы. Но мы попробуем все-таки добавить. Саму корицу мы тоже задекорируем вот таким жгутиком. Сделаем маленький бантик на корице. Вот так вот. Вот и все. Завязываем мы еще раз наши шишечки, чтобы у нас ничего не выпало. Такой букет на самом деле можно подарить на любой праздник. На Новый год можно подарить просто так, для настроения. Ну, сегодня у нас вот такой вот новогодний букетик получился. Наш букетик готов. А я еще раз хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Желаю всем всего хорошего. Достигайте своих целей, любите друг друга. И всем добра. Субтитры сделал DimaTorzok